В 2025 году может резко увеличиться налог на всю недвижимость в Латвии. Это произойдет из-за повышения кадастровой стоимости. Как известно, налоги на недвижимость рассчитывают, исходя из значений кадастровой стоимости. К ней применяются коэффициенты в зависимости от типа и видов использования недвижимости. Доход от налога на недвижимость получают самоуправление. На данный момент в Латвии рыночная стоимость в 2, в 3, иногда и в 4 раза превышает кадастровую. Этот момент правящие хотели уравнять еще в прошлом созыве Сейма, но остановили законопроект в июне 2021 года. Остановили не просто так, а из-за общественного резонанса. В частности, я, как представитель Русского Союза Латвии, подавала инициативу на манабалс. В тот период у людей были большие сложности из-за пандемии, и поднятие налога на недвижимость просто лишило бы их последнего. Сейчас другие сложности. Инфляция, увеличение ставки евребор, увеличение цены на энергоносители. Мы все больше платим за электричество, газ, тепло. Далеко не у всех зарплаты растут так быстро. Я бы сказала, стабильно зарплаты уравновешивают инфляцию лишь у чиновников, число которых не уменьшается, а даже увеличивается, в отличие от количества населения в стране, которое продолжает убывать. Меньшее количество людей продолжает содержать большее количество чиновников. Значит, нужно где-то деньги на содержание этих чиновников брать. А где же, как не у населения? И тут на помощь подоспел закон об увеличении кадастровой стоимости. Вроде как все уже должны были за это время этот момент принять и смириться, но финансовая ситуация для большинства жителей Латвии за это время не только не улучшилась, а даже ухудшилась. На прошлой неделе Сейм вернулся к этому вопросу и в первом чтении поддержал поправки к закону о государственном кадастре недвижимости. Поправки предусматривают, что кадастровая стоимость недвижимости на 80% будет приравнена к рыночной. Депутаты смогут внести свои предложения по законопроекту до октября. Рост кадастровой стоимости коснется абсолютно всех сегментов недвижимости. Но самый большой рост планируется по серийным и новым квартирам, частным домам, которые построены после 2000 года, и сельскохозяйственным землям. Также некоторые владельцы коммерческой недвижимости в Риге заметили, что в расчете кадастровой стоимости их недвижимости стоимость завышена в два, а то и в три раза. Новая кадастровая стоимость должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Государственная земельная служба рассчитала новые базы на 2025 год и скоро передаст их правительству. Кадастровую стоимость недвижимости на сегодняшний день и ее прогноз можно посмотреть на странице Cadastors.lv. Минфин, в свою очередь, смотрит, как при таком непопулярном шаге помочь хотя бы самым малозащищенным слоям населения. Ну, то есть одной рукой планируют значительно увеличить налоги, а другой рукой чуть-чуть и далеко не всем планируют дать послабление. Минфин должен разработать законопроект до 31 января 2024 года, но пока прогресса нет. То есть именно сейчас слуги народа и чиновники ломают голову над тем, как увеличить свои доходы за счет увеличения нам с вами налогового времени и при этом остаться белыми и пушистыми. Поэтому, внимание, все политические партии, общественные активисты, лидеры мнений, а также специалисты по недвижимости, вы должны сделать все возможное, чтобы приостановить повышение кадастровой стоимости. Иначе наши люди еще быстрее и чаще станут голосовать ногами и билетом из Латвии в один конец. Уже сейчас на рынке серийных квартир большинство продавцов продают по причине того, что уезжают из Латвии. Господа правящие, не рубите сук, на котором сидите, отложите пересмотр кадастровой стоимости еще на 5 лет.